вот ребята вот в этом видео что является главным поехала что является главным из видом вот подчерчения вид сбоку будет который подчеркнут ну да я его не зря еще соответственно поэтому ребят соответственно поэтому мы его и выделяем как сил как силуэт то есть раз мы делаем вот этот вот силуэт он по сути для нас и является главным то есть для вас вы должны думать ребята силуэтом вот есть ошибки которые например можно вот вашу работу которая вот с поддержкой можно ваш работ я покажу для всех показательно перед тем как вы думать думать над идеей вы должны думать силуэтом то есть вот эти вот части которые характерно решают вот ну я думаю что вот буду делать вот эту эта подставка этот учета очень большое внимание идет деталям вот то есть вы на них зацикливаетесь и получается решение но достигается решается трудно то есть грубо говоря если визуальный смотрите как с какой стороны нам подойти визуально мы воспринимаем работу целостно то есть она должна у нас лаконично смотреться и ты мне не должно ничего лишнего быть либо это лишняя быстро от пойдет сама то есть она отскочит она сломается она ну как бы она сама по себе по природе лишняя ничего лишнего нет у чего например у того от а у чего нет ничего оскакивать отламываться то есть отлетать то есть эта форма приближенная к шар к шару там папа приори нечем отваливаться то есть все должно стремиться к тому форме геометрической вот который вот вот потому что все остальные вот эти прибамбасы они отлетят вот эти то есть нужно стремиться к тому чтобы это как-то было единым целым то есть стремилась не отвалиться скажем так понятно поэтому начинайте работать силуэта вот это правильное решение она более лаконично а более скажем так дизайнерский правильно соответственно она будет ближе к разработке быть как бы изготовлена быть меньшими потерями что там не ну не нужно много вот этих вот выкрутасов делать при производстве то есть нужно смотрите поэтому целостно соответственно и начинать нужно с этого целостного восприятия фигуры то есть если вы нарисуете решение вот такое приближенное совсем стремящийся к какому-то знаку допустим это буква логинская буква в и соответственно стилистически его можно хорошо будет продать то есть разработать как логотип то есть хорошо продать то есть очень хорошо он ложится на как знак то есть это нужно визуально ряд всегда поддерживать и подумать каким образом через что через какие цепочки природы природосоответствие можно приплюсовать этот знак то есть вот как вы думаете к чему подходит этот знак это что та же самая какая буква в перевернутая в этом допустим ну а тоже как бы да она же только перевернутая вот природе природе это может могут быть вот эти вот веточки вот эти вот которые цветочками листиками которого весна допустим вот сейчас начинает это очень хорошо ложится уже в зону области продажи скажи как через рекламу то есть мы видим вы видите камера вот через это можно сразу увидеть в этом как не знаю чистоколу забора вот там допустим деревня то есть там за коровку за ними уже короват и она мучает то есть это хорошо ложится на обыгрывание вот этого приспособления для того что продать потому что вы дизайнер а вы еще промышленный дизайнер к тому же вы еще думаете как это сделать но вы еще думаете как еще продать и через что можно зайти то есть как она будет ложиться и как будет восприниматься то есть что при падении быстро отпадет когда вы сделать тебе принтере то есть если ничего не пойдет значит самый лучший вариант то что вот падает и ничего не отскакивает понятно то есть вот этот вариант поэтому лучше это не очень хорошо всегда об этом вот думайте вот этот вот вот этот отпиливается часть которая внизу а вот здесь вот сделает делается распил вот и вот он как он проем вот он хорошо ассоциируется с чем этот устройство совсем круглым что у нас круглая земля да то есть к рекламу и мы с чем можем прицепить рекламу землю и тогда с атомом там то есть через что мы будем продавать это то есть заходить как вот то что было это бы понятно то что понимаете еще есть элемент такой как бы вы сами наверно знаете что захотеть хотеть вот это вот понимаете то есть вы вам скажем так лет десять назад и этот apple нафиг не нужен никому и эти телефоны которые хорошо работают правильно но их рекламируют таким образом что вы без них как будто уже ничего не можете в принципе это по непонятно вполне понятно потому что вы оставляете телефон и что с вами происходит да все наркоманы то есть людей подсадили под это на это или на что это то есть давайте немножечко подытожим смотрите система у нас сегодня сегодня формы простые формы через которые нужно заходить нам нужно не только понимать саму форму нам нужно воспринимать еще силуэт вот этот вот вот этот силуэт то есть он является главным потому что мы как делаем как шерчение его будем ну как проекциях строить по этим всем линиям и сделать бит сбоку бит сверху потому что это будет важно очень для 3d моделирования правильно вот и так же чтобы понимать что форма это является приоритетной ну то есть почему вот это создать это или это то есть это как бы элемент дизайна элемент дизайна будем говорить что вот вот это вариант а.б.с. это то что даст уже заход в область через что будет актуально как на что это будет похоже то есть смотрите вот сейчас главную вещь скажу что такое хорошо и что такое плохо вот посмотрите давайте сделаем для себя две штуки значит хорошо это то что природосообразно а плохо это то что не природосообразно то есть можно сказать всем понятно вот это решение и вот оно единственно считается правильным то есть можно сказать что вот это вот шар это природосообразно да да а вот как бы где мы встречаем первые круговые земля планетам а еще где кроме камни 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 не очень круглые то есть даже и шар в принципе не очень так круглый он такой немножко такой продолговато там вот на самом деле шар и вот особенно кубы вот а особенно куб вообще не природосообразен у нас как бы в природе кубов нету мы их понастроили вот наши дома знаете кубические лифты квадратные значит это наши квартиры наши телевизоры квадратные мы ездим на квадратных этих автобусах как бы мы живем на квадратных кроватях вот но по сути по сути это не природосообразно то есть это можно так сказать плохо вот то что мы создаем вот камера уехала это не очень природосообразно вот что такое хорошо и что такое плохо то есть это надо различать и дело в том что как бы я говорю вам как бы как бы сказать теоремами что ли не объясняем пока не заходим мы просто говорим чтобы различать нам понимать что вот лучше природы просто ничего нету это понятно потому что машина не может родить машину да вот робот да компьютер не родит компьютер то есть ну все а природа это вот как бы единственное то что как бы дает возможность жить жить философия знаете да вот поэтому смотрите мы если это будет вы изобретать должны то что понятно людям то есть это они видят природе то есть а то есть я знаю забор это хорошо это значит хорошо потому что я он природосообразен то что я его вижу потому что он как бы такой должен быть уже он он уже навязан уже поколениями вот а вот листовой металл который вот прямо вот охраняют коттеджи такие серьезные вот это как бы не очень потому что ну как бы это видно что что-то вот какой-то извне какой-то вот как бы хай-тек явно как бы навязанное и применено там аппарату попробуйте это вот это изделие как бы не с природосообразное еще и продать вот я к чему клоню понятно то есть вы должны смотреть вот это вот давайте говорить вот это хорошо или плохо вот это вот вот буква б вот это вот почему потому что потому что природа такого нет потому что оно построено в кубе и оно в кубическое и оно идет под темой куба да а вот это вот хорошо нет это очень вот смотрите прямоугольная но это единственное то что дает возможность загнать все вот эти вот платы вот это вот эти как вот все механику вот это все то есть друг да трудно то есть они как бы сделали так что лишили стиля полностью принципе они идут к этому чтобы он был незаметен то есть фактически тут дизайна нет то есть существует даже понятие самый лучший дизайн это отсутствие дизайна то есть они все сказали раз это плохо значит мы его умножаем в тысячу раз это значит будет хорошо в тысячу раз мы его запихнем такую философию туда воткнем что это будет так что типа там теперь не отказаться людям от этого то есть понимаете то есть понимаете ну абсурдность в этой ситуации то есть то есть то есть то есть есть нюансы если вот это если вы а скажите а как исправить ситуацию чтобы вот это было природосообразно закруглить закруглить как закруглить вот так вот полностью сделать ребята ну смотрите будет намного интереснее элемент когда вы подойдете именно вот с такой точки зрения когда вы создали колдовую штуку но видите что это плохо то есть она не отвечает требованиям природы то есть мы я сказал вам пока мы будем философствовать что вот я просто сказал как бы догму что природосообразно это хорошо потому что нам нужно придумывать из чего вот этот штуку допустим из дерева из экологических материалов ребят давайте чтобы я резинки хорошо когда летают нужно выучать вот вот вся вот эта вот штука когда мы ее придумали вот сам как к саму как идею но до идеи еще далеко то есть вы не сделали знак плюс к природосообразной штуки вы не сделали рейтингс который отвечает это к этому не привели его к природной косточке допустим от винограда или нашли и вот этот знак равно который приближает это к этой виноградной косточке то есть вы создали стиль который бы дал фирма разглядывать что за карандаш понятно суть понятно ребят то есть самый смак в конце вот то что сейчас рассказал когда вы делаете буквально банальные штуки которые делать первоклассник это очевидно понимание идет предмета что он может сдать черчение на скажем так на 4 то что я объяснял но это несут предметы дизайна то есть как бы это только начало ну вести хорошо это или плохо а вообще что такое хорошо и вот 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 это вот только начало когда вы приходите к финалу начинаете понимать что ну теперь начинается дизайн а вот теперь это надо улучшать 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 и выстраивается целая презентация того что называется презентация вот проекта то есть к примеру вот это вот ваш лист большой такой красивый вот как на 4 метра сейчас вы видите и он состоит из природных вот таких штуках штук вокруг которого это все природа природное закат там восход руки ребенка или еще чудо то что которого видите это что это все влилось вашем объекте понимаете и вот это сразу захочется купить ну смысле приобрести потому что вы умножаете важность на большее что-то которое является родным и уже нужным вот так вы воспитываете аудиторию когда вдруг то что вы делаете это не просто рисунок это уже элемент который вообще нужно когда уже появится то есть я уже хочу а когда вы делаете эти штуки еще ну как бы другие элементы ваши рисунки по принципу такому же родному и которые вот ложится очень хорошо органично что такое хорошо и вы понимаете что вот это вот не очень хорошо потому что тогда сразу понятно ваша глубина зависит от простых вещей очень очевидных которые ложатся на картинки которые вы можете с этим предоставить если они вообще никак не ложатся это вообще ну то есть не вообще не ну как бы работа не проведена то есть она пустая не то что боль не закрывает она будет от этого предмета быстро устанешь понятно он постоянно бесполезно он бестолковым и он не ляжет он через год отвалится и все про него забудут то есть он насильно втиснут и постоянно туда массировано нужно что-то добивать а вот это не будет оно само такое естественное потому что правильно изначально итак у нас ребята сегодня я думаю поняли тему во первых с чего надо начинать и чем закончить понятно и вот начинается с третьего этапа начинается промышленный дизайн всем спасибо